Так, обеспечить соблюдение сроков строительства и сдачи домов в эксплуатацию там 15-16 октября, да, по-моему, так идет? Да, да, 16-17 и 17-17, 16-17 на один раз. Ну, одним словом, из того, что графики есть, выполнение работ, да, то мы говорим о том, что пока мы, у нас ничего этому не препятствует, правильно? Не препятствует, правильно? Так, коллеги, то, чем мы сдаем дом в эксплуатацию, правильно? Все, все. Время месяца 16. Обеспечить организацию содержания проездов на территории строительных площадок на своем ходу строительного мусора. Ну, значит, здесь я скажу, что ситуацию поправили, и с этой стороны отсыпали, с той стороны, конечно, там немножко, вы немножко так сэкономили, наверное, да? Вот, и чуть-чуть вы еще большая... С инерстными материалами подвозом. Еще, вот, сколько там метров, наверное, 15 надо с большой дороги, да, наверное, 20. Еще подсыпать. Хорошо. Ну, я и говорил ее подсыпать. То есть вы, значит, у женщины, которые были проблемы, отсыпку сделали, я вижу, что хорошо, да, начали ту дорогу, по которой... Чтобы от машины ходить. К автостоянке, да? Да, да, возле автостоянки. То есть там вот эту дорогу нужно тоже подсыпать. Ну, ее начали, но не до конца. Продолжить. Да, продолжить. Но мы проблемные места засыпали. Вот мы посмотрим, здесь работа есть. Соблюдение техники безопасности охраны труда, мы говорили, в целом, о наличии касок. Возможно, все одевали, значит, каски. Жилеты, каски, перчатки. Вижу, что все это уже есть. Произвести отсыпка щебня устройства временно дорожно-полтанства для передвижения грузовых длинномерных машин. Понятно, это немножко тут дублируется. Содержание проездов, строительная площадка, понятно. Обеспечение информирования жителей ближайших домов об устроительной временной дороге. Понятно. Обеспечить организации складирования и хранения строительных материалов. Вижу, что здесь можно 4 с минусом поставить. Провести работу по отводу грунтовых вод на строительной площадке. Каким образом здесь отвели воду? Тут выполнено, что там, кто мне пояснит. Я так понимаю, что задача составилась уксу и, соответственно, руководителем здесь стройки. Была выполнена откачка воды из подвала, потом возле пазух котлован, возле пазух здания тоже. То есть, вот где было... Да, у меня было, мы откачали. Вот возле забора. Да, да, да. Где материал сейчас. Да, сейчас. Ну, там еще частично, немножко. Пройдем туда. Она будет поступать, постоянно будет откачиваться. Хорошо. Обеспечить размещение на строительной площадке санитарно-ботового помещения, туалет. В соответствии требованиям. Вижу, что отодвинули, перенесли. Порядок. Ну, по крайней мере, навели. Привезти в надежность распашные ворота, расположенные при въезде на строительную площадку. Вот это поправили. Поправили. Попроси отсыпку гридирования дорожного полотна возле дома 27. Это, ну, как бы, немножко все повторяется. Подготовите, направьте письмо Министерству строительства. Я сказала, необходимо строительство новой школы в Новгосточном районе. Ну, это о чем мы сегодня говорили, Саня Михайлович. Так, хорошо. Возьмите, пожалуйста. Значит, Саня Михайлович, еще раз, это мы вопрос провинционный проговорили, который было много замечаний. Да, большинство устранено, но еще дорабатывать надо, да? Сейчас меня просто интересует, пока устно вы расскажете, что, какая сейчас работа реально ведется, да? Потом я помню, были какие еще замечания? Это в подвале у нас вода была, да? Я откачал. Откачали, и там же в подвале затем уже будет обустройство положа, да? Нет, там пол, у меня пол, отсыпка сделана, под бетонка залит, и залит, залиты полы 200 миллиметров. Но она где-то нашла вода. Там я одно место уже определил, сейчас будем устранять. То есть у меня полы залиты в подвале. Понял. Кирпичная кладка, что, как идет? Кирпичная кладка, значит, ось, как мы и говорили, ось 5-9 мы закончили. 5-9. Сейчас мы выставляем опалубку и в понедельник заливаем бетон. 5-9 ось. 1-5 ось, ведется кладка. Заканчиваем 5-9 ось, переходим, соответственно, бетон будем заливать плиту. Левая сторона 1-5, каменчики переходят на правую 5-9. Вот в таком шахматном порядке и ведем работу. Хорошо, а когда, значит, планируете выход на, значит, на кровлю? Ну, я обещал, конец августа, что 5 этажей будет построено. Я думаю, задача с такой справимся. Конец августа, да? Да. Там у вас остается сентябрь и октябрь, да? Сентябрь, октябрь, да. Но мы параллельно заведем, мы сейчас параллельно. Электрики работают, сантехники уже в подвальном поведении работают. Каменчики приехали, дополнительно еще 5 человек. Перегородки делаем. Извините, я спрошу. Понятно, сколько человек работает сейчас? 46 человек, значит, у меня, вот я тут подготовил, каменчики 5, 6, еще каменчики, сантехники 6 человек, электрики 3 человека, бетончики 7. И разнорабочие, мы же еще с ИТЦ заключили договор на Гагарина, это вот центр исправительный. И ежедневно берем у них с 5 и до 17 часов. А по письму, после... С пенсконтингентом? Да, да, да. Ну, как бы с принудительным работой. Да, они как бы... Ну, как они работают? Ну, скажу, наверное, с разнорабочим мне полегче с этим контингентом, нежели со своими было. Спасибо. Спасибо.